Далее новости спорта. Я передаю слово Владимиру Толмачеву. Здравствуйте, Алина. Традиционно начну с афиши, а затем расскажу еще о нескольких мероприятиях, которые прошли в Мариэл. В Сочи завершился Кубок Российского Футбольного Союза среди людей с инвалидностью и с ограниченными возможностями здоровья. На финальном этапе собрались сильнейшие команды России. Футболисты из Мариэл показали хорошие результаты на поле, которые помогли им забраться на пьедестал почета. Мужчины завоевали бронзовые медали, юноши стали вторыми, еще одна команда стала четвертой. Переходим к графику соревнований, которые пройдут в Мариэл в ближайшие дни. Начнем с бокса. В юбилейном с 23 по 25 ноября пройдет турнир памяти Героя России Гвардии подполковника Марка Евтюхина. В гонг пробьют в 15.30. 25 ноября в школе номер 29 состоятся республиканские соревнования по практической стрельбе среди юноармейцев «Меткий стрелок». В Ишкарале 24 и 25 ноября пройдет традиционный межрегиональный турнир по футболу памяти прославленного арбитра из Мариэл Александра Хохрякова. Первый стартовый свисток прозвучит в полдень. В Водном дворце Ишкарала 24 и 25 ноября ждем соревнования по плаванию среди общеобразовательных школ республики Мариэл в рамках реализации всероссийского проекта «Спортивное наследие. Здоровая страна». Спортивный комплекс «Юбилейный» продолжает принимать различные чемпионаты. 25 и 26 ноября там пройдет чемпионат и первенство в Мариэл по спортивной гимнастике памяти Лаптева. Начало в 10 часов утра. Приближается зима, а это значит, что будет много хоккея. 26 ноября в Ледовом дворце Мариэл состоится фестиваль по хоккею среди ветеранов «Ледяная клюшка». Первое вбрасывание шайбы арбитром в 9 часов утра. 26 и 27 ноября в Фоке номер один и в комплексе «Витязь» пройдут очередные матчи в рамках чемпионата республики по мини-футболу. Закрывают нашу афишу на неделю чемпионаты первенства Мариэл по греко-римской борьбе. 26 ноября – спортивный комплекс «Юбилейный». Приходите поддержать своих спортсменов. Вход для зрителей бесплатный. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Королева спорта «Легкая атлетика» продолжает радовать новыми соревнованиями. Мы уже рассказывали о забегах в рамках турнира «Олимпийский резерв». В этот раз спортсмены сражались в прыжковой дисциплине. Для многих юных легкоатлетов это первый старт. Но для них очень важно пройти вот этот опыт, иметь опыт соревновательной деятельности, потому что это особое направление спортивной подготовки, которое для проявления своих физических способностей еще требует и проявления волевых качеств, потому что результат надо показать здесь и сейчас. Спортсмены от 12 лет и старше выявили сильнейших. Награждение пройдет в ближайшую среду. В день старта соревнований по прыжкам в высоту. Во Дворце молодежи прошел фестиваль «Ночь спорта и интеллекта», где все желающие могли принять участие в различных играх, пострелять в интерактивном тире, а также сфотографироваться с оружием. Выставку организовал Центр патриотического воспитания и спорта, который работает на базе Дворца молодежи. Не обошлось и без квиза, где ребята поделились на команды и отвечали на вопросы ведущего. Кроме того, участники могли научиться рисовать на песке. Молодежный фестиваль завершился музыкальной зарядкой, а также игрой в волейбол. Наш фестиваль в этом году. Во-первых, в этом году мы его проводим второй раз. Второе отличие, что в этот раз к нам на помощь пришли волонтеры культуры, которые проводят свои игры, и музей имени Алексеева. Кроме того, к нам еще присоединилась наша инициатива и больше формат такой игровой. Основная наша задача – это показать нашей молодежи, как можно проводить активно и полезно свое время. Добавлю, что молодежный фестиваль «Ночь спорта интеллекта» проходил уже шестой раз и стал традиционным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова